По статистике, для большинства кубанцев зарплата остается единственным источником доходов. Сегодня долги по заработной плате висят в 32 из 44 муниципалитетов. Почти все невыплаты от коммерческих предприятий. Бизнесмены отказываются рассчитываться с работниками, ссылаясь на экономический кризис. Закрыв на это глаза, власти запустят механизм социальной бомбы замедленного действия, уверен Александр Ткачев. На селекторном совещании о задолженности по заработной плате губернатор озвучивает две цифры. 10 миллионов рублей – общая сумма долга в крае по данным Краснодарстата. 600 миллионов – по информации внутреннего мониторинга администрации. Какая бы цифра ни оказалась ближе к правде, следить нужно, чтобы каждый рубль работникам был выплачен. В крае выстроен четкий межведомственный контроль за выплатой зарплат. Так, в прошлом году, благодаря совместным усилиям органов прокуратуры, федеральных структур, исполнительной власти, мы вернули кубанцам почти 700 миллионов рублей зарплатных долгов. Однако в нынешних экономических условиях прежних усилий, конечно, уже недостаточно. В крае, как и по стране в целом, все больше случаев, когда предприятия уклоняются от своевременных и полных выплат по заработной плате. Выплата или невыплата заработной платы имеют такой социально-политический оттенок. Суммы потом будут уже неподъемными, потому что люди могут многое снести. Но когда жить не за что будет, а это, прежде всего, их прямой доход, заработная плата, то если она будет отсутствовать и вовсе, то, конечно, ситуация будет, боюсь, критическая. Для правовой помощи попавшим в зарплатный капкан людям в крае создадут государственное юридическое бюро. Работать оно станет бесплатно. Ведь невыплаты зарплат бьют не только по кошелькам людей, но и по бюджету всего региона. На волне кризиса некоторые бизнесмены уходят в тень и расплачиваются за работу через конверты. А значит, налоги с белых зарплат никто не отчисляет. Сегодня мы пока в целом отстаем от запланированного роста, который в бюджете предусмотрен. Не добираем почти 600 миллионов. Ну и главная причина – это снижение поступления налога на доходы физических лиц. НДФЛ у нас дает почти 44% всех наших доходов. И это очень важный источник. Если, в общем-то, сравнивать нас с другими регионами Российской Федерации, Южного округа, то вот статистическая задолженность у нас самая низкая. Она в разы меньше, чем, допустим, в той же Ростовской области, либо Астраханской, или Волгоградской. Как и в кризисном 2009-м. Сейчас некоторые предприниматели, по-другому не скажешь, мудрят с выплатами зарплат. Кроме серых схем, крупные должники даже начинают процедуры банкротств компаний. Лишь бы не расплачиваться с людьми. В таких ситуациях разбираться необходимо до последней запятой в каждой бумаге. Ставят задачу перед полицией губернатор. В главке рапортуют – штрафами руководство предприятий не отделается. Серьезная работа проводится по выявлению фактов преднамеренного банкротства. В текущем году уже задокументировано пять таких фактов. К уголовной ответственности привлечено одно лицо. И в настоящее время орган внутренних дел совместно с налоговой инспекцией ведется работа по шести материалам, которые в ближайшее время будут направлены в следственные подразделения. Долги по зарплатам напрямую связаны и с отчислениями в небюджетные государственные фонды, от которых, в свою очередь, зависит выполнение социальных обязательств. Недосчитываются положенных начислений, в частности, в пенсионном фонде, в том числе и от бюджетных организаций. Наглядный пример – горячий ключ, в котором еще в начале года должны были погасить все муниципальные долги перед пенсионным фондом. Мэру города за такую нерасторопность пришлось даже извиняться. Хочу попросить у вас извинения за то, что такую ситуацию создали, мы создали. Дорожная карта есть у вас? Вы должны с пенсионным фондом расписать. Когда вы в этом году что погасим? До июля. В этой части у нас из всей задолженности половину мы точно погасим. А из оставшейся половины на конец года, ну, есть с оптимизмом дорожная карта, это полностью погасим. И есть с небольшим пессимизмом, где-то 50 миллионов должно еще останется. Устраивает пенсионный фонд? Вот хотя бы такая? Дело в том, что, Александр Николаевич, на сегодняшний день горячий ключ отстает от погашения. На 147 миллионов. Мы же каждый месяц просим дополнительные средства для пенсионного фонда. Чтобы отдать муниципалитеты, выплатить все пособия нашим пенсионерам и так далее. И что получается? С одной стороны, вы не дайте, а у вас деньги есть, заберите у себя их. Так не годится. Значит, не принимая этот план, вашу дорожную карту, пересмотреть в сторону уменьшения сроков и большее количество гашения. И до июля месяца надо гасить. Губернатора еще раз обращаются к главам городов и районов. Выплаты зарплат в бюджетных предприятиях должны быть на карандаше у каждого руководителя. И не стоит спекулировать на том, что денег для бюджетников нет. В краевой казне четко расписаны все расходы. Поступили сигналы из целого ряда муниципалитетов о том, что среди сотрудников бюджетных организаций кто-то намеренно распространяет слухи, говорит или сеет панику о том, что денег на зарплаты в краевом бюджете нет, и поэтому выводы будут задерживаться и так далее. Хочу сказать со всей ответственностью. Деньги на зарплаты бюджетников в крае есть на весь период текущего года. И платить мы их будем вовремя и при любом раскладе. Да, мы сокращаем расходы, мы об этом заявили на зарплаты аппарату исполнительной власти, на краевом, на муниципальном уровне, но учителям, работникам культуры, врачам, воспитателям и другим работникам бюджетных организаций эти категории граждан будут получать столько, сколько предусмотрено дорожной картой в рамках исполнения майских указов президента. Чтобы отслеживать ситуацию и собирать информацию о компаниях-долженках во всем регионе, в крае создадут отдельную комиссию. Промежуточные отчеты губернатору будут поступать каждые 10 дней.